120 нарушений на дорогах. Это результаты недавней проверки прокуратуры и ГИБДД. По улицам сложно ездить. Из-за снега и наледи проезжая часть резко сузилась, везде снежные накаты. Рядом с пешеходными переходами и остановками так называемые валы. Эффективность работы дорожных служб обсудили накануне даже в правительстве края. Мы работаем практически каждый день, поскольку погодные условия очень сложные и не позволяют дорожным службам расслабиться. Дорожные службы работают на пределе практически. Несмотря на это количество жалоб барнаульцев на наледь и снежные наросты только растет. Часть обращения относится к дворовым территориям и межквартальным проездам, местам, которые должны убирать управляющие компании и ТСЖ. Не все управляющие организации надлежащим образом исполняют свои обязанности. В связи с этим комитетом жилищно-коммунального хозяйства совместно с администрациями районов проводится работа по контролю за деятельностью управляющих организаций. В случае выявления фактов нарушения материалы направляются в государственную инспекцию. Но это что касается дворов. А ситуацию на дорогах усугубили погодные скачки. После плюсовой температуры и дождя резко мороз. И так уже было несколько раз. Так сегодняшней ночью, когда температура пошла вниз, для уборки снега мобилизовали все службы. На улице города вышло почти 130 спецмашин. Среди них автогрейдеры, самосвалы, снегопогрузчики, тракторы и шнекороторы. При этом признаются дорожники, техники критично не хватает. Машин нужно в два раза больше. Из-за этого рабочим приходится трудиться по 10 часов за смену, но полноценно убрать город. Все равно не получается. С машинистами согласны и ответственные чиновники. По словам руководителя городского комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева, общий дефицит автопарка – 250 машин. На их приобретение нужно почти 2 миллиарда рублей. Таких денег в бюджете Барнаула просто нет. Впрочем, как и нужного числа квалифицированных сотрудников. А пока дорожникам придется справляться с непогодой с помощью имеющегося технического арсенала и продолжать работать на пределе возможностей. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.